Всем привет! Сегодня начали садить картошку. Пришло уже время. Садим мы нашим мотоблоком МБ-2. Также я говорил, что мы купили приставку к нему. Картофеля сажалка автоматическая. Как автоматическая ты его ведешь. Он элеваторным способом садит. Итак, сажалка целина КС-02. Вот такая вот она. Бункер у нее, по-моему, на 35 литров. Довольно-таки большой. То есть два ведра должно вполне влазить. Здесь вот у нее есть табличка. Можно ее покрупнее сразу снять. Там все параметры данной копалки, вернее сажалки есть. Уже немножко попробовали ей сажать. Сейчас жена покажет, как у нас получается. Получается довольно-таки криво. Когда я смотрел, как копают, а не копают, вернее садят другие, у них там все ровно получалось, но пока это не удается. Виной тому либо оператор, который ведет не совсем правильно, либо колеса. Но я больше склоняюсь к тому, что это колеса. Потому что очень маленькие, они начинают взорваться. И плюс еще копали здесь, вернее пахали мотокультиватором и остались вот такие вот борозды от него посередине. То есть колесо попадает сюда и начинает из стороны в сторону его вилять. В дальнейшем надо все-таки будет брать сюда, либо покупать металлические, либо делать самим колеса. Для того, чтобы именно можно было нормально сажать, без проблем. Не толкать его. Сейчас приходится его слегка подталкивать себе. И когда возьмем картофелекопалку, там тоже хотелось бы, чтобы нажал, и она сама ехала, чтобы не надо было лишнее движение делать. Итак, расстояние здесь порядка 10 сантиметров от чашечки до чашечки, но расстояние высадки самой порядка где-то 15, до 20 сантиметров идет. Здесь у нас идет два дисковых опучника. То есть тут уже все затянуто, отрегулировано у нас. Садим примерно на глубину 5-8 сантиметров. То есть земля рыхловато. Доча, ну подожди. Собиди. Садим на глубину примерно, как я уже сказал. Работает над следующим принципом. Колеса крутятся, то есть она не от вала отбора мощности у нас работает. Она работает в металлических колесах. Стоит у нас лента транспортерная. К ней наклепках приделаны вот такие вот чашечки. Когда брали, в одном магазине была вот такая, в другом была немножко другая у нас копалка. Ту я уже не помню как, она была красного цвета. По размерам бункер у нее был немножко поменьше, он такой был закругленный. Но принцип был тот же самый. То есть такая же вот транспортерная лента. Единственное, вместо металлических чашечек у нее была такие пластиковые вытянутые. И крепились они у нас, или крепились они там на таких как не скобок, а будто проволочкой просто притянули. Но в итоге посмотрели, все-таки решили взять такую. Какая-то металлические чашечки показались нам более надежными. Итак, засыпать сюда, как я сказал, можно порядка двух ведер. То есть уже мы немножко посадили картошку, попробовали, настроили все. Все, сейчас поднимаем ведро, но два ведра стараемся не сшипать, потому что тяжело контролировать, когда элеватор сам ходит. То есть так за ним идешь, видишь, если две, раз можно пальцем убрать. Если он полностью засыпешь, то есть практически не будет видно. И будет попадать явно больше, чем надо картошку. То есть и так бывает иногда, попадая две не успеха. Так что сейчас попробуем завести. Покажу, как она садит. Спереди, да, у него также придет плуга. То есть вот такого он типа. Снизу он обварен еще листовым железом, как бы. Ну, тут не знаю, сколько, но... Наверное, миллиметра три может чуть больше толщина вот этого плуга. Но пока ничего. Единственное, только когда вот сейчас раз уже сажали, откручивается эта гайка. Видать, в ряд вибраций, или от чего уже раз ее подтягивали. Как бы, ну, вот здесь вот, которая держит ее металл, конечно, он не сильно такой. Хоть и две пластины, но не сильно серьезно. Здесь у него валик идет, как бы тут небольшие шипы, чтобы ленту цеплять. Здесь у нас идет натяжение. То есть все равно она со временем будет, скорее всего, немножко провисать. И может не зацепляться, не проталкивать картошку. То есть будем это подтягивать. Ну, металлические колеса обыкновенные. Можно регулировать колею. Делать там две... Вернее, два отверстия у нее есть. Можно делать немножко шире, можно делать немножко луже. Мы поставили чуть-чуть по луже. Сейчас, как я сказал, главное поменять колеса до осени. Потому что с этими колесами надо очень много здоровья, чтобы не утолкать. Сейчас давайте заведем. И попробуем уже на видео показать, как это муторно садить картошку с этой приставкой. Нейтральная передача. Ну, ладно. подкатаем его, подталкиваем пока он готов станет маленькой а то надо взять теперь начинаешь вот одну по стороне все равно гулять поэтому толья получается где немножко больше здесь еще меньше здесь, когда картошка сильно большая и вот эти штуки обрежает и вот эти штуки и все 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...